доброго времени суток сегодня вам расскажу про оптимизацию windows 10 вот характеристики моего ноутбука отмечу что у меня и 3 процессор и графика 621 гигабайт встроенная для игр плохо подходит всего 4 гигабайта на злу то есть оперативной памяти что тоже не всегда хватает лучше чем больше тем лучше также мне тут можете прочитать поставить на паузу некоторые комментарии перейдем к оптимизации я сначала переустановила windows 10 если вы давно устанавливали то советую при устанавливать флешки вот на мой взгляд так удалите большую часть вирусов которые могли остаться минус если вы плохо там пользовались не устанавливали антивирус ник или используя системный антивирус и у вас там было очень много лагов и так далее то лучше переустановить если минус работать нестабильно дальше оптимизация уже системы есть системные настройки которые можно уже отключить при при установке во время переустановки windows 10 там надо обязательно снять почти там самом конце все галочки которые вам предлагает microsoft с самого начала слежка отслежка там рекламы и так далее дальше у нас идет пункт поиск драйверов очень важно если у вас сборка если у вас ноутбук то возможную windows поставит большинство драйверов сразу но советую советую все-таки некоторые драйвера потом еще раз обновить через официальный сайт официальный сайт ноутбук не магазин можно магазин может быть любой вы набираете просто фирму с ноутбука находите сайт и тому же ищите то что называется драйвера можете набрать свою фирму и драйвера наверно выдаст в поисковике одна из первых будет вкладкой к вашему ноутбуку а теперь поиск драйверов сначала вы устанавливаете драйвер на чипсет или материнскую проплату или это это если у вас сборка моем случае у меня был только в драйвер на чипсет так видеокарта и сетевые драйвера звуковые драйвера и так далее так а теперь приложение приложение позволит оптимизировать тоже работу windows 10 так я закрываю презентацию переходим к тому как оптимизировать с помощью системных программ для этого заходим мой компьютер выбираем свойства выбираем свойства вот и выбираем дополнительные параметры системы здесь выбираем пункт быстродействия и выставляем обеспечение наилучшее быстродействие ставим три галочки 1 2 3 на эскизы сглаживание неровностей и вывод эскизов все и потом ставим применить также заходим сюда смотрим чтобы тут была галочка на программы вот это я не вижу смысла трогать если стоит так пусть так и стоит хотя если у вас есть несколько жестких дисков то лучше построить поставить файл подкачки на тут диск который на которой не установлены windows 10 но если у вас один единый диск то ничего тут изменять не нужно так все в этом пункте у нас все тут удаленный доступ убираем эту галочку и ставим применить чтобы никто к вам не подключался и какие-то вирусы не использовали эту дыру в безопасности вот и теперь мы переходим в панель управления в эту панель предуправление которое идет с windows 7 можете сохранить вот тут с помощью кнопки закрепить на панели задачи чтобы потом ее пост всегда использовать когда вам нужно мелкие значки ставим и выбираем электропитание здесь у меня стоит режим высокой производительности вам советую поставить этот же режим чтобы все было идеально возможно у вас не будет этого режима находим создать схему так создать схему электропитания и у тут есть высокая производительность вот тоже название схемы тут можно свою схему создать вот и вот смотрим у нас весь высокопроизводительность стоит значит мы все правильно настроили также можно зайти в центр мобильности windows и вот тоже тут высокопроизводительность у нас будет стоять яркость подрегулировать можете это тоже сохранить себе если вам такой виджет ну точнее такая вот такой вот небольшого кушечка нужно чтобы быстро настроить высокопроизводительность или просто проверить стоит ли у вас этот режим вот и в целом все что тут нужно сделать также можно зайти в параметр проверить в изделие стоит там сто процентов отсюда в настройке схем электропитания не у тут изменить дополнительный параметр питания здесь можно проверить в изделие стоит там сто процентов особенно на процессоре и на в общем то все я думаю тут можно все настроить вот настройки графики еще можно зайти посмотреть в изделие стоит сто процентов чтобы ничего не пристегало и поставить там не пять процентов но минимально 95 или 80 как вам будет нужно если вы хотите чтобы воспотреблял процессор поменьше когда вы не используете то лучше поставить поменьше ну либо создать дополнительный режим чтобы когда вы отключали например от зарядки свой ноутбук то вы используете уже измененный сбалансированный режим как вам нужно так что еще можно тут сказать по оптимизации следует зайти в системные настройки так вот системные настройки выбираем пункт приложения тут вы можете настроить например доступ приложений приложение возможности посмотреть что вам не нужно удалить вот настроить вот эти вот легкие приложения которые у меня тут стоят по умолчанию они гораздо легче чем встроенный windows приложение будет быстрее открывать быстрее работать и проверить автозагрузку отключить ненужные галочки при этом следует учесть что если у вас есть в автозагрузке драйвер от видеокарты или других компонентов то снимать галочку не нужно это может нарушить работоспособность системы или снизить ее производительность так что только отключайте те приложения которые являются например skype вы можете либо отключить или если вам каждый день пользуетесь то лучше его не отключать смотрите что вам нужно а вот например windows security можно смело отключать вот при том что если у вас есть сторонний антивирус что я тоже рекомендую поставить так и также тут еще есть выбираем пункт так конфигенциальность вот и снимаем все галочки тут можно вот это только оставить но это я думаю это не нужно чтобы windows не отслеживал ваши действия и не сохранял их в виде мусора который вам все равно не нужен ну что он его сам автоматически по-моему не подчищает отключаем всякие голосовые команды к сожалению windows так и не научился распознавать русскую речь на данный момент всякие вот эти знакомства все отключаем все отключаем везде все отключаем вот тут можно оставить вот задачи вот не знаю чё это такое нужно ли это лучше оставить а вот это можно отключить какие смс если вы не пользуетесь и смс то зачем вам это тем более тут еще какой-то винный windows шерф использует это все разрешить предложение управлять радио модульным устройством это я думаю можно разрешить обмен данными с не связанными устройствами думаю лучше это тоже отключить так вот тут можно посмотреть что у вас имеет доступ к библиотеке документов у центра отзыва если не пишите отзыву то зачем вам это установки приложение все остальное можно оставить так это можно оставить так это я думаю тоже можно оставить и тут тоже все можно оставить вот и в целом я думаю это вся оптимизация через систему но еще право есть один пунктик это очистка диска выбираем пункт свойства и вот очистка диска он просканирует диск и вы сможете очистить у меня сразу все идет с админскими правами у вас тут еще будет кнопочка с правами администратора потом сейчас появится вот тут она будет так вы можете вот выбрать галочки автоматически все ставятся проверьте чтобы у вас не стояла галочка на папке windows old так как там хранятся файлы вашей прошлой windows которую вы можете оттуда у перенести так что при переустановке windows на тот же самый раздел диска все ваши данные сохранятся в папочку windows old так что можете смело переустанавливать ваши файлы по большей части должны сохраниться лучше какие-то самые ценные все-таки перенести на съемный носитель так что вот так и после сканирования он все быстро удаляется так как я только недавно это все удалял так а теперь переходим к сторонним программам вот их у меня такое вот количество ну начну из мем рыбак чтобы оптимизировать работу оперативной памяти а точнее чтобы она не засорялась всяким кэшем я установил вот эту программу настройки заходим и и выбираем запускать при загрузке системы и вот пункт очистка памяти все оставляем по умолчанию это кэш всякий и очистка при заполнении 90 процентов я решил что очистка по минутам она не нужна лишний только процесс будет сбивать какие-то важные если вы в данный момент предположим играете то можно ее включить и по минутам ну а так в большинстве случаев я думаю когда загрузка по 90 более чем достаточно вот также тут есть оформление так и все пороги опасно уровнем это как вам удобно можно настроить тут вот тут отслеживает количество оперативной памяти вся физическая память так не знаю что тут за что отвечает но в основном я ориентируюсь на оперативную память все-таки это самая быстрая память а тут чему-то виртуальная память у нас целых 6 гигабайт вот видимо еще файл подкачки тут используется файл подкачки работает медленно на хэхэдэшном диске у меня на хэхэдэ так что лучше чтобы все было почище вот а теперь другие программы которые у меня тут стоит windows 10 твикер эта программа позволяет убрать всю криворюкость windows 10 например поставим все галочки на отслеживание ваших данных и применяем их я это сейчас не буду делать так как у меня уже все сделано не видите у меня все черные серенькие такие значит уже это функция выполнена контекстное меню тут можно свои настройки настроить что вам например нужно например у меня включено брать задержку появления контекстного меню лучший пункт персонализация в контексте меню рабочего стола больше я ничего тут не применял вот интерфейс нормальность всплывающие подсказки если у вас есть такая проблема если нет может не применять удаление стрел с ярлыков если вам это нужно и так же тут можно поставить нормальные шрифты и их отображение тоже эту галочку поставил тут как видите и в целом я думаю все можете почитать а вот так же я использую систему это вот видите оставил вот этот и отключить ее с контроль учетных записей это чтобы не выскакали постоянное уведомление счета как видите тут написано полное отключение контроль учетных записей этот двиг избавит от значков щита уведомлений безопасности и прочей ереси так что можете этот двиг применять потом нажимаете применить и все применяется по моему придется после этого перезапустить перезагрузить компьютер для лучшей работы также отключить картана потому что она работает только с на английском языке и и мало кто использует в целом я больше тут ничего не отключал например отключить автозапуск съемных носителей это если вам нужно чтобы при вставлении флешки у вас не читалась эта флешка но не знаю кому это нужно если вдруг кому-то нужно так так же тут есть службы я отключу все службы оставил только для печати очистка вы можете почистить все так ну это не важно и почистить то что вам не нужно весь мусор удалить одной кнопкой быстро удобно приложение которое предоставляются вы можете удалить те которые вам не нужны так что-то у меня немножко программа подлагивает видимо потому что я снимаю одновременно необратимое случайно выход так целом хорошая программа так следующая программа у нас софт органайзер эта программа позволяет нам быстро удалить приложение и удалить его от не оставшись от него бусор она сканирует достаточно долго программа но сейчас довольно быстро что на уже до этого за сканирую выбираем приложение выбираем удалить то что вам не нужно быстро удаляем даже можно удалить системное приложение чем не эта программа и нравится так что ее тоже можете использовать для этих целей так что тут еще есть встроенная часть очистка мусора но я использую только для удаления программ вот дальше я оставлю легковесные приложения например фейс тонн и для просмотра фотографии сэмп плеер для просмотра видео запускаем сэмп плеер заходим в пункт настройки так настройки и выбираем клавиатуру и мышь тут мышь выбираем и ставим на регулировку громкости функции колесико ну что по умолчанию там стоит на прокрутку на перемотку что неудобно наверное все привыкли так увеличивать также у меня стоит вот просмотр чек фотографий я засекал сколько мне фпс выдает в играх компьютер вот 8 фпс тут 175 фпс это старая игра тут я поставил вот как раз чипсет драйвер тоже вот мне 9 фпс вот в этой игре на всех бене вот таких вот проверках у меня было также я проверил свой компьютер на вирусы перед тестом никаких вирусов не нашел вот опять тут измерял количество фпс тоже мне тут 8 в этой игре другим счетчиком измерял тоже 9 то есть плюс минус где-то одинаково у всех так что можете ставить любой я вот использовал flaps и нс и вот нс и ссылки на них оставлю в описании так и также еще установил два анти вируса авера и мал варе так мы бит из мал варе байт из так не знаю как он точно про не читается но это авера антивирус и вот фабар 2000 это медиа плеер давайте сейчас открою как он выглядит это у меня прототипной версии у меня ссылка на как бы вот он такой простенький сатон употребляют в разы меньше чем встроенный или вообще любой медиа плеер который установлен предустановлен индус 10 и старый новый не потребляют в разы больше но если вам нужно просто послушать музыку которую вас скачано то этот плеер просто идеальный вариант так также использую ps studio для съемки видео и в целом я думаю это все что я хотел сказать про птили зации ставьте анти вирусы и вот примените вот такие вот вещи как дать его программы в целом не забывайте также почищать периодически диска еще есть такая вещь как если у вас особенно х х дешни диск как у меня то вам понадобится стандартные windows и выбираем тут так начни стандартная система администрирования вот оптимизация дисков это нужно когда вы установили например приложение вы ставите оптимизировать так это ускорит и открытие приложений так как это позволяет перенести какие-то данные приложения все в одно место так как при записи на жесткий диск очень часто файлы записываются не в одно место и а их размазывает по секторам диска что замедляет их работу так что периодически следует оптимизировать диск это может уйти время нажимаем оптимизировать и все на этом я думаю по оптимизации все и сказал да кстати если у вас ssd то данный метод оптимизации дисков можно не использовать и его вот видите он не отключен не забудьте его отключить чтобы он у вас не подъедал процесс при загрузке windows и так далее и чтобы быстрее windows запускался думаю этот пункт тоже следует учесть вроде бы я все рассказал по оптимизации на этом я заканчиваю свое видео до встречи в следующих видео и и Продолжение следует...